100 лекций с Дмитрием Быковым Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поговорим сегодня о главной, как мне представляется, книге 1906 года. Придется нам опять вспомнить про Горького, поговорить про роман «Мать». Роман во многих отношениях, вот уж странно звучит такое слово, применительно к нему, культовый. Культовая книга, вообще говоря, не обязана быть хорошей. И даже она не обязана быть великой. Культовая книга – это предмет культа. То есть она попадает в анекдоты. И надо сказать, что анекдотов о романе «Горького мать» существует множество. Достаточно вспомнить перестроечную шутку, только теперь, наконец, в наше время, мы можем узнать полное название этого романа. Или, например, знаменитую шутку о том, что однажды вы уже написали очень своевременную книгу «Роман Мат», но и пора ли написать роман «Апэц». Книга эта стала культовой по трём причинам, которые мы подробно разберём. Во-первых, роман «Мать» – это не агитка, как её слишком часто представляли, а это ни много ни мало попытка нового Евангелия. Вы, вероятно, знаете, что в 900-е годы огромное большинство русских интеллигентов искало Новый Завет и жило ожиданием Третьего Завета. Мы говорили уже о том, что, скажем, с точки зрения Мережковского, Новый Завет – это будет Завет культуры. Вот был Завет Закона, Ветхий, был Завет Милосердия новый, теперь придёт Завет культуры, и новое человечество будет заниматься только главным своим делом – создать культуру. Другие ждали, что из русских сект придёт новый пророк, старательно изучали русские секты, которые были альтернативой официальной церкви. Надо сказать, что и Горький, в общем, очень сильно увлечённый в это время идеей богостроительства, утверждал, что Бога ещё нет, Бога предстоит только создать, создаст его человек, и не случайно в повесть его исповедь, написанной два года спустя после матери, калечная, параличная, исцеляется, когда мимо церкви идёт рабочая демонстрация. Это типично Горьковское чудо, типично Горьковское мировоззрение. Мать – это попытка написать новое Евангелие, где вместо Бога Отца будет другое божество, женское. Потому что, действительно, пора уже вместо Бога Отца, с которым у Горького очень серьёзные разногласия, поставить во главу угла женщину, мать, милосердие. И, может быть, потому у Горького и не получился роман «Сын», который должен быть, собственно, продолжением матери, историей реального рабочего Петра Заломова. Так получилось, что мать уже выбрала в себя всё самое главное – попытка нового завета, в котором миром будет править более гуманное, более мягкое, более, если угодно, простить за парадокс, человечное божество. Вот это первая причина популярности этого романа. Вторая причина заключается в том, что мать, написанная в эпоху реакции в шестом году, очень точно этой реакции соответствует. Строго говоря, Горького спрятали в Америке, где он пишет эту книгу, спрятали после катастрофического неуспеха московского восстания в декабре пятого года. Восстание разгромлено, а Горький не просто принимает в нём активное участие, на его квартире хранится оружие, и он – ближайший кандидат на арест. Поэтому Горького вместе с небольшой компанией, охраняющих его, помогающим ему большевиков, и вместе с Марией Фёдоровной Андреевой, которая должна с его помощью собирать деньги на поддержание русской революции, его прячут в Америке. И в Штатах он проводит весь свой год. Я подробно потом расскажу, при каких трагических, а отчасти фарсовых обстоятельствах роман «Мать» был написан. Но для нас очень важно, что этот роман пишется в эпоху поражения. Вот мы сейчас делаем одну довольно радикальную ошибку. Мы понимаем, конечно, что в сегодняшней России оппозиция, ну не то чтобы разгромлена, она распихана по щелям. Нет у неё возможности действовать легально. И вот мы всё время пытаемся зажечь, пытаемся взбодрить, сказать что-то, что людей бы, значит, как-то привело в более боевое, в более радостное расположение. Этого делать не надо. Горький написал трагический роман о трагических временах. Это роман о поражении, в общем. Но в этом поражении такое величие, такая эмоциональная мощь, что когда мы читаем «Мать», мы как бы приобщаемся действительно к великому, приобщаемся к настоящей трагедии. Мы же прекрасно понимаем, что там будет. Там Павел Власов как раз на первых страницах этого романа матери говорит, «Мы, конечно, мама, ничего плохого никому не хотим, но у всех у нас впереди тюрьма, ты так и знай». И в конце концов, мы насчёт самой Ниловны не должны питать никаких иллюзий. Если она даже и прозреет, она прозрела, и если даже её и благополучно выпустят из тюрьмы, то всё равно Павла это не выпустят. Она уже засветилась на демонстрации, она засветилась раздачей листовок. Ну, в общем, ясно, что дальнейшая судьба опомнившейся, духовно выросшей Ниловны – это будет, конечно, трагедия сплошная. Ей всего 40 лет, а у неё впереди ничего. Или, во всяком случае, у неё впереди тюрьма тоже, как вариант. Это роман о катастрофе. Там нет совершенно никакого вот этого бодряческого духа. И я даже скажу вот странную такую штуку. Когда Ленин похвалил этот роман, ну, похвалил якобы за то, что мать и сын вместе, как это прекрасно, я думаю, он его похвалил прежде всего за верно выбранный тон. Потому что агитационное значение романа «Мать», оно не в том, что вот мы сейчас победим. Нет. Оно в том, что мы не победим, а людьми мы уже стали. И в этом заключается наша главная победа. Я рискну сказать, ну, современным языком, что Горький перепозиционировал русскую революцию. Русская революция, главное, должна произойти не на улицах, а в умах. И вот роман «Мать», он о духовном перевороте. В этом его величайшая правда. Никакими социальными переменами мы ничего не добьемся. А мы должны в людях воспитать человеческое отношение друг к другу. Это второе и очень существенное достижение романа. Ну и третья причина, по которой этот роман действительно так читали, по которой этот роман стал настолько популярен в России. Конечно, Горький абсолютно прав, перенося центр тяжести в революции, с социальных задач на задачи гуманитарные. И я бы даже рискнул сказать, что на антропологические задачи. Потому что когда на первых двух страницах абсолютно ритмизированный прозой, отчасти, я думаю, предвещающий опыт Андрея Белого уже где-нибудь в десятые годы, абсолютно вот этим ритмическим, почти некрасовским трехсложным размером описывается фабричная жизнь, попойки, церковные службы, драки, пение скучных и некрасивых песен. Мы очень легко можем приложить это и к собственному бытию. Ну давайте фабрику заменим на офис, а дальше будет все то же самое. Горький замахивается не на социальную несправедливость. Горький замахивается вообще для того, чтобы, как вы знаете, прыгнуть на три метра, нужно разбегаться на четыре. Горький замахивается на гораздо более серьезную проблему, на то, что жизнь современного человека вообще неправильна. Это неправильно все время работать. Труд – это проклятие человека. Вот, кстати говоря, советская власть очень долго делала страшную ошибку. Она все время говорила, что Горький – это поэт труда, что он воспеватель труда. Нет большего ненавистника труда вообще работы, чем Горький. Он ни на одной работе не задержался дольше трех месяцев. Для него физический труд всегда проклятие человека, и ученик его Шаламов очень точно это всегда повторял. Для Горького нет ничего скучнее принудительной работы. Он готов писать сутками, рецензировать чужие рукописи, дни ночами напролет, но он совершенно не готов заниматься скучным, подневольным, бессмысленным, нетворческим трудом. Ну, помните, что говорит Сатин? «Да, сделайте для меня труд удовольствием, и я, может быть, буду работать». Ну, конечно, все мы понимаем, какой работник из Сатина, из этого, в общем, карточного шулера. Все, кто знал Горького, находят огромное такое удовольствие, вспоминая, что Горький любил всякого рода пройдох, воров, проходимцев. Это для него было что-то такое эстетическое. А скучный повседневный труд всегда казался ему делом рабов. Так вот, «Мать» – это роман вовсе не о том, что свершится революция, и каждый рабочий будет трудиться 8 часов и получать много белого хлеба. Конечно, не об этом роман. Это роман о том, что настоящая цель всякой революции – это избавить человека от рабства. Человек не должен каждый день подниматься по свистку, по звонку, по гудку, ходить на фабрику, возвращаться, ужинать и бить жену. Человек должен творить, мечтать. Ну, это вечная мечта Чехова. Помните, как было бы хорошо, там, говорится, в доме с мезонином, когда молодые, праздные люди, у которых есть деньги, которым необязательно скучно работать, долго идут в церковь, потом возвращаются, радостно завтракают, ходят по саду, перекликаются. Ну, в общем, когда люди занимаются не работой, а радостью какой-то сплошной, мать замахивается не на социальную революцию. Вот это самое главное. Мать замахивается на революцию гораздо большего масштаба. Избавим человека от жизни, в которой он должен пахать за кусок хлеба, и главное, которое делает из него урода, которое заставляет его скучно ссориться с женой, колотить ее, потом идти в дымный кабак, вкушать сомнительные радости этого кабака. Мать – это роман о ужасе, низости человеческой жизни, о том, что что-то другое должно прийти ей на смену. Вот почему этот роман с таким наслаждением читали. Потому что зажечь пролетариат разговорами о труде и капитале, об экономике, о необходимости экспроприации экспроприаторов – это совершенно неинтересно. Пролетариат можно зажечь мечтой, как мы помним в замечательном фильме Чаплина «Новые времена». Помните, когда он стоит там, и на него свисают какие-то тучные виноградные грозди, и он их срывает с потолка. Вот этой мечтой можно зажечь пролетариат. Начну пару слов об обстоятельствах, в которых удивительно эта книга была написана. Поехав в Америку, Горький очень быстро, он это умел вообще хорошо, он человек был харизматичный, быстро он успел всем понравиться, подружился с Марком Твеном, на которого произвел самые лестные впечатления. Много выступал, рассказывал о борьбе русских товарищей, о русском пролетариате. Мария Федоровна Андреева, тоже женщина изумительной красоты, которую все принимали за его официальную жену, выступала вместе с ним, зажигательно читала его стихи, в том числе знаменитого буревестника. В общем, все было очень хорошо. А потом, один из СССРов, предположительно Николай Чайковский, хотя, так сказать, нет против него серьезных улик, слил в прессу утечку о том, что Андреева не является женой Горького. Представьте, какой разврат. Более того, она его гражданская жена, а в России у него есть настоящая. Скандал, травля в прессе, из отеля им пришлось съехать, их платье и белье собрали без их ведома, и эти лопающиеся буквально чемоданы выставили в холл отеля, им пришлось это все. Значит, их не пустили даже в отель, пришлось это забирать большевикам, товарищам. Горький переехал в писательское общежитие Нью-Йорка, в прессе развернулась травля, и тогда неожиданно пришло спасение от простых американцев, которые и так любят всяких изгоев и всегда защищают травимых. Престония Миллер, простая американская фермерша, то есть Престония Мартин, простите, да, Престония Мартин, и муж ее, тоже простой американский фермер и большой добряк, религиозные люди, Мартины написали Горькому письмо о том, что готовы его принять в своем поместье, которое называется Сомербрук, и находилось оно непосредственно на канадской границе, и до ближайшего города, как Горький с упоением вспоминал, было скакать 25-верст на лошадях. Вот они поселились в этой глубине, типичного американского поместья, естественно, Горький английского не знал, и Сомербрук он немедленно переименовал в Семи Брюки по аналогии звуковой, ему это очень нравилось. И вот в этом поместье они с Андреевой прожили те полгода, когда Горький писал мать. Писал он ее в удивительных обстоятельствах, потому что туда приезжали довольно забавные люди. Большевик, приданный им непосредственно в помощь, Буренин был большой музыкант, играл Григо, и когда он за год до смерти Горького посетил его умирающего, Горький попросил сыграть что-нибудь из Григо, вспомнить вот жизнь в Сыму Бруке, самые счастливые свои времена. И тот сыграл ему песню Сольвии, которую Горький чрезвычайно сильно любил. Приезжали два миссионера, недавно вернувшихся из Японии, где они христианизировали местное население. Миссионеры были довольно веселые ребята, они все равно свою профессию. Она умела изображать танец на проволоке, а он под фортепиано плясал танец скелета. И вот в этой обстановке, в американской глуши, с танцем скелета с одной стороны и пристойнее Мартин, простой, доброй женщиной с другой стороны, она тоже очень любила негритянские танцы, научила Горького каким-то, значит, простейшим па негритянского танца, объяснила ему, что такое соул и так далее. Вот в этой обстановке писался роман. Не мудрено поэтому, что главным пафосом романа оказался поиск человечности, поиск человеческих отношений. Горького всегда безумно раздражает то, что в России все друг друга ненавидят, революционеры ненавидят друг друга, потому что у них абсолютно разные понятия обо всем, они все время спорят. И даже он, так сказать, ну, конечно, помни, чеховский тот же «Дом с мезонином», ввел туда такую Сашеньку. Сашеньку, абсолютную догматичку, похожую на чеховскую Лидию, мрачную, красивую женщину. И там, кстати, очень хороший разговор. Мать говорит, находке Андрею, находке хохлу такую, помните? Он сам себя называет хохлом. Говорит, а что это Саша такая строгая? Все говорит, вы должны, должны. А находка отвечает, это потому что она дворянка. И они действительно должны, а мы хотим и можем. Вот это удивительная и очень приятная разница. Кстати говоря, я рекомендовал бы всем эту фразу в повседневном. Ну, вообще, они должны, а мы хотим и можем. И действительно, для Горького идеал – это те революционеры, для которых революция – дело ненасильственное. Понимаете? Вот не дело долго, а дело веселья, какой-то внутренней готовности. Вот посмотрите, это скорбный, конечно, роман, что там говорить. И он выдержан весь в таких довольно траурных тонах. Ну, как и все это поместье Сэмубруки, которое запущенной, полутемная усадьба, ветки какие-то свисают в окно, все время приходится писать при свете. Но при всем при этом какая-то радость есть, да? Какая-то радость от того, что люди заняты своим делом и делают только то, что хотят. И хотят денег мало у них, в общем, и перспектив никаких. А они вот равны себе. И поэтому, когда Павел Власов все время говорит, он же, мать, мы рады, мы счастливые люди. А она говорит, вы люди запрещенные. Нет, мы люди счастливые, потому что мы это для себя выбрали. Вот это Горький подчеркивает очень верно. Люди, которые сами выбрали свою судьбу, на нее никогда не ропщут. Они делают то, чего они хотят. И вот атмосфера свободы, которая есть в этом кружке, против атмосферы злого сектанства, которая присутствует во всем остальном. Атмосфера радости друг к другу, которая там есть. Невероятно тактичных, чутко построенных отношений. Вот там находка долго думает, признаться ему в любви к Наташе или не признаваться, потому что Павел ему говорит, ну какая у нас любовь? Будешь ты влюблен, потеряешься ты для нашего дела. Вот тонкость, страх как-то друг друга ранить, долгие размышления о том, как мягче, любезнее там другу на что-то намекнуть. Это совершенно другие отношения к Горькому мечтающейся. Горький, который вырос в среде ненавидящих друг друга, забитых, страшно озлобленных людей. Он мечтает вот об этом пространстве взаимной нежности, взаимной уважительности и кружковой атмосферы в матери, это, наверное, одно из главных достижений книги. В чем ее явные минусы? Но об этом, понимаете, тоже надо говорить с учетом задач, которые автор ставит себе. Он же не ставит себе задачу написать там великое художественное произведение. В конце концов, Горький умеет писать великие художественные произведения. Ну, вспомним городок Акуров 13-го года, вспомним там жизнь ненужного человека. Когда он занят чисто эстетическими задачами, воссоздает маленький типичный русский город или описывает скучную жизнь ненужного, действительно унылого человека, он мастер. Тут к нему не подкопаешься. Но ведь мать писалась совершенно другими задачами. Мать писалась с единственной целью не дать деморализоваться, не дать, в общем, скуровиться и морально разрушиться первому поколению русской революции. Но русская революция не получилась. В пятом году не получилась. Значит, надо написать книгу, которая бы держала человека в некотором нравственном тонусе. С этой задачей мать справляется. Это, конечно, в известном смысле не просто религиозный, не просто богостроительский, но это агитационный роман. Просто цели этой агитки в другом. Она, вот это очень важная мысль, показать, что победа не всегда бывает быстрой, что она не всегда бывает окончательной. Более того, что победа может прийти через поражение. Мы же понимаем, что Павел Гласов все равно победил. Почему? Потому что он не спивается, в отличие от большинства. Потому что он морально тверд. Потому что он выше собственной среды. Потому что он не грешит перед собственной совестью. Для нас ведь победа Ниловны тоже очевидна. Почему? Потому что там прекрасно описана бессмысленная и беспощадная ее жизнь до того, как ее сын Павел ввел ее фактически в рабочий кружок. Это жизнь растения, жизнь забитого животного. А вот у Ниловны есть вообще-то все задатки прекрасного, свободного человека. Она была красавица. С помощью ее постоянно автор подчеркивает две детали. Ее высокий рост, ее большие глаза, что очень важно. Глаза у Горького так всегда подчеркиваются, как зеркало души. Вот эти большие два окна в мир. Она страшно любознательна, она страшно внимательна к людям. В конце концов, ей только 40 лет, а она еще не жила. Вот Ниловна, надо все-таки отдать ей должное, это довольно обаятельный образ. При том, что роман азбучный, при том, что автор все время не показывает, а рассказывает, при том, что он все время дает какие-то оценки. Ну, достаточно вспомнить, как он описывает игру на фортепиано, ну, таким сиропом, таким мармеладом на нас повеет. Ну, действительно, когда Горький описывает плохих людей, он всегда очень убедителен и нагляден. Но как дело дошло до хороших, так сразу начинается какая-то парфюмерная фабрика, ну, невозможно, ни во что не веришь. И Наташа с ее толстой, пушистой косой, и находка с его добротой и самоиронией. Он говорит, наверное, вы моя настоящая мать, а не признаетесь, потому что уж очень я некрасивый. Ну, вот все эти люди, они, конечно, носят некоторый отпечаток горьковской такой слезливой сентиментальности. Но еще раз повторяю, мы не должны рассматривать это как реалистическую книгу. Он пишет агитационную поэму, и мать это именно поэма. Отсюда большое количество ритмичных фрагментов, которые по ней рассеяны. Значит, естественно, возникает вопрос о том, как эта книга соотносится с христианством. Там же есть слова о том, что в Бога не верю, а в Христа верю. Это очень важно для Горького. Горький, безусловно, такой стихийный христианин. Он отвергает церковь, он отвергает официоз, но то, что христианство с его идеей самопожертвования, как он это называет, ограничением животного эгоизма, это все им очень близко. И поэтому главная коллизия романа, коллизия матери и сына, это коллизия глубоко христианская. И нужно вам сказать, что роман «Мать» повлиял даже на такие, казалось бы, далекие от него тексты, как Реквием Ахматовой, Магдалина Билла Серый Долу, Ченик Любимый Каменял, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Действительно, мы же понимаем, что когда погибает Христос на Голгофе, когда его казнят на кресте, ведь скорбит не только отец, насылая бурю на Ершалае, скорбит и мать, но туда никто не смотрит. Даже Евангелие и даже евангелисты отводят глаза от этой чудовищной трагедии. А вот страдание матери, жертвенный подвиг матери, это и есть главное тем Горького, потому что собственной матери он лишился довольно рано. И вы помните, наверное, что когда мать Горького вторично вышла замуж, ведь Горького отослали к деду из-за того, что он тогда еще Леша Пешков набросился с ножом на отчима, когда тот ногой в живот ударил беременную мать. Вот в этом факте Горьковской биографии больше значения и смысла, чем во всех остальных. То, что он мать защищал с ножом, и для него мать – это абсолютная святыня. Вот говорят, что у Горького там нет ничего святого. Есть, безусловно. Он вслед за Некрасовым видит, прежде всего, в мире слезы бедных матерей. И поэтому роман его, конечно, он еще и в защиту высшего звания матери. Нельзя не сказать и о том, что Горький здесь наследует традиции Островского, о которой очень хорошо сказал Добролюбов. Самый сильный протест вырывается из самой слабой груди. Почему у Горького носительницей бунта становится мать? Потому что среди мужчин ему очень трудно найти идеал. Мужчина в России все-таки встроен в социальную иерархию. Он больше боится. Он, как правило, зверина жесток, как Михаил Власов, отец Павла. Страшная фигура, вот эта с душой заросшая волосом, который любил только свою собаку. Страшный, кормил ее из своей чашки. Страшный тип. Вот для Горького, как ни странно, женщина – это единственный носитель какого-то будущего. Женщина – единственный голос из будущего. Потому что мужчина в России успевает струсить, исподличиться, потерять себя, согнуться, встроиться вот в эту лестницу. А для матери ей терять нечего. Душу воскресшую не убьют. А почему ее не убьют? А потому что у этой души ничего уже нет. Она все потеряла. Она находится, в общем, на пределе человеческого, не скажу падения, но на пределе человеческой забитости. И то, что вслед за главными авторами русской литературы горький заставляет именно женщину стать началом бунтующим, это, конечно, огромная заслуга и огромные достижения. И надо вам сказать, что очень многие люди, прочитавшие роман, хлынули в революцию. Я, кстати говоря, всегда вспоминаю с радостью, как собственная моя мать в 91-м году вместе с другими работниками собеседника во время путча раздавала листовки, хохоча, и повторяла все время «Душу воскресшую не убьют». Мало кто ненавидит роман «Мать, как она», потому что ей приходилось его в советской школе годами преподавать, но, тем не менее, когда приперла, мы это вспомнили. Это было про нас. И действительно, это великолепно. Мать и сын вместе. Это такая отдельная радость. Значит, мы можем, конечно, сказать, что этот роман плохо написан. Плохо, слащаво, жидко, и там очень много лишнего. Он, конечно, многословен ужасно. И грех сказать, когда книга вышла в России, неполным изданием, со страшными цензурными купюрами, этот пожар способствовал ей много украшению. Она стала как-то энергичней. Но при всем при том, глубоко неправ был Мережковский, когда говорил, что этим романом горький нарыл над собой курган. Дело в том, что не за художественную силу в конце концов мы любим роман «Мать». Мы любим его за его непроходящую, за его остающуюся с нами человеческую трогательность. Это рев, вой, забитые души, вопль против унижения. И еще один в нем есть важный смысл, особенно актуальный сейчас. Горький, описывая жителей этой слободы заводской, все время упирает на их покорность, на их безразличие к собственной судьбе. Они верят только в одно, что будут выходные, можно будет выспаться, напиться и подраться. А изменить ничего нельзя. Вот против этой общественной пассивности, против этого неверия роман «Мать» направлен на сегодня. И когда мы его читаем, мы прежде всего ощущаем себя униженными. Мы ощущаем, что наша жизнь недостойна людей, недостойна звания человека. Может быть, именно поэтому, именно в этом и заключено значение этого романа. Плохой, монотонный, стилистически неряшливый, какой хотите, но он заставляет человека посмотреть на свою жизнь и сказать, «Господи, и это моя единственная жизнь, вот это я предъявлю Богу». Нет. И вот с этим «нет» этот роман и вошел в русскую историю. И многим еще поколениям русских людей он откроет глаза на истинное положение вещи. Ну, то, что я хотел про него сказать, а если у вас есть какие-то вопросы, то валяйте. Актуальный ли это роман? Есть ли параллели с сегодняшним днем? Ну, есть. Параллели двоякого рода. Первый, как я уже говорил, это страшная общественная пассивность, присущая всем реакциям. Это ощущение, что ничего невозможно изменить, что так будет всегда, что это вот, и что люди могут сделать себе только хуже. Это ощущение, которое живет в слободе. Оно, да, оно делает книгу чрезвычайно актуальной. Ну, и второй момент, который приближает, на мой взгляд, эту книгу к нашим временам. Там есть такая история про газету «Копейку». Когда вот у рабочих стала эта газета издаваться, потом ее закрыли, задушили, они перестали читать про свою правду, про свою жизнь, а Павел Власов сумел как-то отстоять это дело и газету вернуть. Она немножко, конечно, про теорию малых дел. И, конечно, газета «Копейка» не сделает никакой перемены большой. Но людям надо попробовать хоть что-то одно, чтобы убедиться, что они что-то могут. И в этом смысле, наверное, мать с ее теорией постепенного, очень-очень такого медленного прогресса, она, да, она работает. Потому что быстро ничего не случится, свободу не подарят. Потом, понимаете, вот в этой книге есть еще действительно одна очень важная мысль, мысль, которая прямо не высказана, но мне, которая очень близка. Это я все возвращаюсь к любимой идее о том, что социальные перемены ничего не переменят. В общем, если не случится главного, если люди не задумаются о том, как безобразна их жизнь, если они не начнут читать, не начнут думать. Почему Павел сделан таким идеальным красавцем? Вот он стройный, тонкий, у него серьезное, красивое лицо, вот эти пушистые усы. Почему он таким сделан? Почему, когда мать смотрит на спящего Павла, ее поражает его строгая красота? Почему он таким сделан? Горькому важно показать, как в забитом человеке внезапно эта красота расцветает, как быстро он становится другим. Помните, с чего начинается бунт Павла? Отец собирается его побить, а Павел, которому 14 лет, говорит, не будешь ты меня больше бить, и хватает молоток. Вот попытка вернуть человеку собственное достоинство, она в этой книге очень привлекательна, потому что Горький, еще раз говорю, он в обрисовке положительного идеала всегда слабоидеалистичен, но когда он показывает ужас повседневности, тут ему мало равен. Видно, как до зубной боли он это не имеет. Нелюбовь к труду сближает ли Горького с Есениным? Очень хороший вопрос. Ну, нельзя сказать, что Есенин уж прям так ненавидел труд, он вообще не любил сельскую жизнь, а предпочитал город, сельская жизнь была нужна для ностальгии. Но вообще вы правы, почему-то Горький к Есенину чувствовал страшную любовь и огромную близость. Вот он осуждал самоубийство в случае Маяковского, говорил, что это истеричный поступок, а про Есенина он нашел какие-то гораздо более человеческие, более добрые слова. Вот странно, Маяковский должен был быть ему гораздо ближе по духу, но он его, мало сказать, ненавидел, просто, ну, действительно ненавидел, он вписывал там про него посмертно всякие глупости, там, в очерк о Ленине вписал негативную оценку его, что он не верит ему. И вообще как-то очень с Маяковским, но это подробная долгая история, он его очень не любил, может быть, как конкурента, может быть, это. А к Есенину он чувствовал какое-то невероятное родство, может быть, отчасти потому, что по темпераменту они более или менее похожи. И, кстати, у него хорошая фраза очень в очерке о Есенине в мемуарном, что с ним была пошлая, немолодая, молодящаяся женщина, он, значит, когда она полезла целоваться к какому-то из общих друзей, звучно шлепнул ее по голой спине и сказал, не смей целовать чужих. Думаю, сказал он это только для того, чтобы назвать всех окружающих чужими. Очень точная формула. Вот я думаю, что и Горький, и Есенин чувствовали себя в мире страшно одиноко, чувствовали всех чужими. И в глубине души сильно не любили людей, оберегая, как им казалось, нежность своей души. Поэтому Есенин был ему близок. А Маяковский с его гораздо большим умом и гораздо более, если угодно, более здравой программой жизни, Маяковский был ему враждебен. Отчасти, конечно, потому, что Горький хотел Маяку покровительствовать, а Маяк, в общем, быстро это перерос. И Горький со своим покровительством оказался неуместен. Помните, в автобиографии Маяковского, написанной, кстати говоря, в 1927 году, Горький мог ее прочесть, «Горький оплакал мне весь жилет». Сказано, не очень красиво и, в общем, довольно высокомерно. Поэтому Горький ведь любил тех, кто признавал его мэтром. Вот Есенин признавал, а для Маяковского он был равный. Поэтому с Есениным их сближает многое, в том числе, конечно, и ненависть к любого роду рутине. Да, и еще одна вещь их сближает очень сильно. Это любовь к матери, культ матери. Он немножко вообще присущ блатным, и есть в нем что-то такое немножко фальшивоватое, но в случае Горького и Есенина это, может быть, ну, может быть, это единственный случай в русской культуре, когда это не выглядит пошлостью. И письмо к матери Есенина и мать Горького это довольно близкие тексты. Правда, конечно, Есенин очень любил свою мать на расстоянии, а когда приезжал, ему было не о чем с ней говорить. Но ничего не поделаешь, это общая трагедия всех эгоцентриков. Эсенин